Всем привет, дорогие друзья! С вами Вилноу, и в этом видео я расскажу вам о том, что нас ждет на новой неделе, какие приколюшки, а они очень довольно-таки сочные на этой неделе. Поэтому сходу, как всегда, ТЫМОВИЧКИ! ТЫМОВИЧКИ! Это когда ты бабушку за руку взял и перевел через дорогу. Невероятное ощущение сумасшедшее. Поэтому обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите кнопкульчик, чтобы получать уведомления о новых видео и стримах, которые проходят каждый день с 12 до 14 или с 18 до 21. Не или, а и. Каждый день по московскому времени. Итак, ребяточки, значит, что нас ждет? Ждет нас, во-первых, Next Level Play новость, которую мы обсудим миллион раз к ряду. На Твиче запретили авторскую музыку, а значит, не будет никаких интересных Электрик ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну, вы поняли, да? Вот этого всего уже больше не будет, да? На стримах, вот. Ну, мы, я думаю, решим эту ситуацию. А еще более подробно, естественно, на этих стримах мы как бы и обсудим, да? Еще не раз обсудим, может быть, даже в среду обсудим, обсудим еще это, да? Да, естественно. Но что нас ждет так или иначе на новой неделе? Давайте, как раз таки, к этому вернемся в точек, да? То есть, такую новость сказал, интересную, да? Значит, ждет нас интереснейшая, во-первых, ПВП-потасовка. Начну с нее, потому что она изи-близичная. Миссия неприготовима, да? Это вообще прикольная тема, отдельная, добавленная в 8.1 потасовка, то есть, это вообще отдельная карта, работающая по принципу какого? Есть такой номер пандарен. И вот в этом пандарене вы будете носить еду для приготовления соуса чили, да? Очевидно, надо будет принести 10 еды, работать будет по принципу как в Варсонг, только 10 штук надо будет принести типа флаги, но не флаги, да? Станы, смерти, естественно, эти флаги у вас снимают и их приносит другая команда. 15 на 15 и, что самое интересное, конечно же, в конце, неожиданно, вы получаете баф. Если вы победили, то у вас увеличится ХП на 10%, там, ХП реген, по-моему, еще что-то, ну, что-то связано с, ну, короче, покушали, да? Вкусная еда, типа, на час. Очевидно, он вряд ли будет работать в каких-то мификах, аренах и прочем. Ну, как и всегда, да? Чисто вот получил, и чтобы оно так вот в иконке висело, такой, ой, какая красивая иконка, да? Сидел, наслаждался этим. А кто проиграл, они получат, соответственно, дебаф. Вот, на минус вот это все, то, что я уже говорил. Так что прикольная потасовка, очевидно, за победу в которой и, естественно, дадут вам и честь, и, наверное, очки за воеванки, и, возможно, 425-ю шмоточку. Ну, это, скорее всего, почти всегда, это одно и то же находится у нас вот здесь, вот Тарталанов, как всегда, где рядом с трансморификацией, да, только чуть-чуть пониже. Ну, и в Баралусе, полагаю, там тоже у них где-то рядом у вас там стоит, помимо до зала лора, да. Значит, все просто, как туда войти, поиска группы, заранее собранные не идете, идете в ПВП, и вот здесь вот будет потасовочка, да, вот здесь вот нажимаете и вступить в бой. Все очень просто и тоже какие-то вот наградики у вас за это дело будут, да, прикольно, стильно, скорее всего, Эхо Неало тоже наверняка будет падать, да, значит, что нас ждет дальше? Дальше ждет абсолютная вкусная тема, прям, я бы назвал это сексуальная тема, потому что это шикардосное подземелье Battle for the Road начинается. Одна из лучших вариантов конкретно подземелья, да, то есть в чем логика? Логика довольно-таки простая, это отличный метод для того, чтобы вам одеть ваших двинков, которые у вас еще не одеты, и привести их к какой-то более интересной экипировке, либо нафармить интересных маунтов и быстро на это дело собрать группу, потому что обычно в заранее собранном другом, как это сделается, да, в заранее собранном другом вы собираете пати на подземелье, соответственно, вот здесь вот это будет в поиск, ну, вы можете собрать и просто, например, пишите здесь 4, 4 по квесту, вот, например, так вот, 4 по квесту, ну, или что-то в этом роде, надо будет, по-моему, 4, да, пройти мифика нулевых, нулевых, да, то есть что такое нулевой мифик, это когда вы правой клавиши Миши так нажимаете по себе, правая клавиша Миши, есть у кого в друзьях Миши, у меня, и, соответственно, выбираете сложность подземелья эпохальное, видите, вот она, эпохальное, и все, и собираете пати через ранее собранные, как я только что показал, и отправляетесь в плавание, и проходите 4 таким образом подземелья, очевидно, а какое-то вот, ну, из вот этих всяких доступных, естественно, в идеале лучше это будет проходить Горобницу Королей, Вольную Гавань, Подгнилья, и что еще, что-то еще есть, не помню, ох, не помню, да, не помню точно, там где маунты, в общем-то падают, наверное, самая такая прикольная будет прогулочка, да и в принципе она легкая, учитывая, что это просто нулевой, в чем приятность данного, какого-то события, очевидно, за то, что про эти 4 штучки вы получите, ну, я не знаю, раньше давали героическую, героическую, из Вечного Дворца шмотку, обязательно напишите в комментариях, кто уже бывал на таком событии после выхода Неолоты, вы, есть ли там героическая шмотка с Неолоты, вот, по-моему, как раз таки тут она и падает, 460-я, я на это очень надеюсь, ну, обязан, обязан, маст, маст, уже можно, ну, пожалуйста, хоть одну шмоточку героическую с Неолоты, рандомная шмотка с Неолоты, то есть это может быть как 460-я, так и 470-я, соответственно, шмотка из Неолоты, да, то есть героической сложности, залагал интерфейс, отлично так, из рейда, да, Неолота, значит, добыча у нас стоит, залагал интерфейс, отлично, Неолота, залагать на этот раз, неплохо, смотри, у меня получилось, ну вот, 460-я, да, ну и соответственно, Зота и Панциря можно выбить вообще, вот 470-я, аксессуары, там, азеритки, это классно, да, я на это надеюсь, да, пожалуйста, пожалуйста, вот, пожалуйста, подтвердите обязательно, что это такое, да, но если нет, то собычки, не хотят Близзарда какой-то халявы, хотя, в общем-то, на мой взгляд, она тут обязана быть, обязана быть, уже давным-давно, уже давным-давно, иначе, казалось бы, зачем большинству людям участвовать вообще в этой теме, да, бессмысленно, хотя бы можно хай-левелом поучаствовать, какую-то штучку на рандомить, если не хочется идти в рейд, или, ну, не берут, да, все просто, да, ну и что самое главное, естественно, в этом событии, самое классное, вы можете всех, как говорится, одурачить, скажем так, да, одурачить, в какой-то степени, да, не хотелось бы, чтобы вы этого делали, естественно, да, но это будет, в общем-то, на добром, казуал Сергей Александрович, уровне, значит, в чем прикол, вы можете, вот так, как я и сказал, собирать группу, и делать это не только по квесту, а за своих твинков, да, естественно, поскольку это супер-изи тема, ну, будут заходить сильные люди, и вы будете так, прямо, как щелкать, как семечки эти подземелья, вы можете это делать своим твинком, который маленького уровня, да, и, соответственно, вывивать шмоточки, интереснейшие, с разнообразных, вот этих вот самых, залогал интерфейс, подземелья, например, вольная гавань берется, да, и, например, смотрите, что у нас здесь есть в эпохальном режиме, да, то есть эпохалки вы можете выбить, соответственно, эпохальный шмот, то есть 430-й шмотки, включая азеритки, что довольно-таки неплохо, ну, только раз в неделю, помните это, да, то есть 430 плюс шмот вы можете здесь нафармить, прямо спокойно, потому что, ну, даже не знаю, каким вы левелом, вы вступите туда, не знаю, 400-м каким-то, да, 410-м, вот, и по фастику, что-то налутаете, что-то с каждого босса вам, может быть, даже и выпадет, классно, классно, на мой взгляд, да, вот так пошляетесь, раз в неделю можно пройти каждый мифик, вот, единолично, нуль, нулевой, да, ключи можно бесконечно, мифики только один раз в неделю, нулевые, да, а ключи бесконечно, так что, хорошая тема, вот, мне нравится, то есть вы можете пройти аж целых, смотрите сколько, 11 подземелий, и получить наслаждение, да, в этом прохождении, ну, наверное, в Мехагон, наверное, никто не пойдет, очень уж долго, мне кажется, это будет дело идти, такие дела, то есть это классный метод одеться, да, значит, что у нас дальше, дальше у нас, ребятчики, продолжается ярмарка Новолуния, конечно же, получаете дальше 10% опыта, 10% репутации, куча арчивок, посмотрите обязательно видео, которое вышло, буквально недавно, да, позавчера, на тему ярмарки Новолуния, зафиксируйте, что там можно получить, питомцы, маунты, всякие приколюшки, интересно, да, интересно, прикольно, ну, не забывайте, что по-прежнему действует баф на 100% опыта, естественно, да, то есть он будет действовать практически до Shadowlands, ну, не практически, а до Shadowlands, да, так что это замечательно, ну, практически, да, при патче, то есть, ну, октябрь, там, ноябрь, да, закончится этот бас, бус, бас, значит, дальше, ребяточки, у нас, естественно, присутствуют аффиксы, давайте посмотрим, какие аффиксы нас ждут на новой неделе, и конкретно в данном случае были неприятные аффиксы, но, честно говоря, так получилось, что я все пропустил, все пропустил, брал выходные, вчера не стримил, болел прямо от голова, адски, да, то есть, нереально, нереально было бы стримить, да, очевидно, я не включаю стрим, если я знаю, что это будет не топ-контент, а у меня всегда топ-контент, да, у меня всегда топ-контент, конечно, кому-то может показаться, что это надо, ладно, так, смотрите, значит, что нас ждет на новой неделе, на новой неделе, опять же, на мой взгляд, ну, конечно, неприятные аффиксы тоже, но, подумаем давайте, во-первых, укрепленный, укрепленный, по дефолту, я считаю, что он гораздо легче, чем тираник, ну, это и понятно, почему, да, то есть, 40% хп у боссов, представляете, да, что это такое, у босса 12 лямов, у него становится раз, и уже 19 лямов, например, да, уже звучит как-то, гораздо больше, гораздо дольше длится, а тут всего лишь мобики, вот, больше намажат, не так уж и много, больше хп, всего лишь 20%, допустим, было у моба 10 миллионов хп, стало 12, ну, это, согласитесь, не так много, было 500 тысяч, стало 600, ну, типа, 700, конечно, или сколько, не, 600, да, ничего себе, математика, что ли, подтянул математику, ребят, невероятно, то есть, на укрепленный, это на самом деле легкий аффикс, и, типа, я всегда считаю, что укрепленный гораздо легче, чем тираник, они меняются, чередуются, ну, это суперлегка дня, то есть, суперизятина, учитывая, что во многих подземельях можно просто кайтить, можно просто кайтить мобов, и все будет хорошо, все будет просто и замечательно, да, что у нас, ребяточки, дальше, дальше у нас усиливающий, но это тоже, опять же, на мой взгляд, суперлегкий аффикс, да, то есть, что это такое, умирает моб, кто не знает, да, и он бафает всех союзных мобов, которые с вами участвуют, приобщаясь в бою, на 20% урон, на 20% максимальное здоровье, да, что значит максимальное здоровье, что значит это здоровье, оно будет, в отличие от мертвого, здоровье скалироваться, да, то есть, если, грубо говоря, вы всех аккуратно сливаете одновременно, и начнут уже умирать мобы, то они будут совсем чуть-чуть приварить к хп, когда уже мобы почти мертвые, живые будут много хп, поэтому в некоторых подземельях, как я уже миллион раз вспоминал, это такие подземелья, как Усадьба от Крестов, это Аталдазар, это значит, что у нас еще, даже вот Вольнегава нет тоже, да, значит, что, что еще можно вспомнить, такой вот, ну Вольнегава, кстати, тоже есть там такой аффикс на мужичков, тоже такая тема, да, в Падхнилье, да, вот эти все места, где есть микромобики, знаете, такие микромобики, которые ватшотные практически, да, вот они тоже бафают, и поэтому, чтобы избежать каких-либо набафов, обычно так происходит, стоит пак мобов, да, один сильный, и миллион вот этих вот, которые ватшотные, да, этого сильного надо в идеале кидать в контроль, какой-то контроль, там, овца, изгнание, да, что-то должны вы делать, какой-то контроль, и уже только тогда пулить, обычно, обычно в идеале, если у вас Демон Хантер, он с этим хорошо справляется, Демон Хантер может в соло танк, да, все это дело разобрать, кидать контроль, всех остальных спулить, это очень удобно, это очень удобно, поэтому используйте, и в общем-то, этот аффикс вам никак не грозит, и сливайте мобов, желательно, одновременно, да, так, чтобы разделять урон, чтобы как бы вот потихонечку всех, помаленечку, да, чтобы не набафать, довольно-таки легкая тема, да, ну, естественно, как всегда, этого делать никто не будет, и у меня на стримах будут огромные, вот такие адские, мобы, супер разбафанные, да, значит, что дальше, что дальше, мучительный, замечательный аффикс, вот, потеющий аффикс для хилов, хилам, которые не прохиливают, тяжко будет очень, что это за аффикс, логика такая, логика такая, если у вас менее 90% хп, на вас вешается такой дот, бесконечный, бесконечный, отбавляющий вам со временем все больше и больше процентов хп, отбавляющий больше и больше вас дамажит, больше и больше вас дамажит, помост такается до пяти раз всего лишь, поэтому он легче, чем был раньше, раньше он бесконечный был, да, бесконечно апался, пока вы не умрете, а тут всего лишь, по-моему, 5 раз настакивается, то есть, на самом деле, аффикс по нерфе, ли он стал супер легким, относительно, да, но от хиллера, если вы хиллер, запомните, или если он спать и хиллер, надо обязательно захиливать до фула, только когда вы захилите до 100% хп, ну, или выше 90, у вас перестанет бесконечный аффикс висеть на союзниках, поэтому в боссах, где присутствуют АУЕ какие-то бои, и не только на таких боссах, да, на боссах, где, в принципе, на мобах, то это будет жестко, это будет жестко, поэтому обязательно советую вам с этим справиться, но хильте до максимума, помогайте, если вы можете как-то подхилить, иной раз, да, то есть, бывает такое, что, ну, я прям в ключах, было такое, что всякие присты, вот это, да, у пристов же поглощающие щиты, и вот с вами был в патте как-то приз, да, который в принципе не мог это отхилить, не знаю, как такое возможно, мне кажется, такое в принципе невозможно, да, но он как-то вот умудрился, вот пять игроков под этим дебафом, он бесконечно хилит, и в случае танка, учитывая, что у танка гораздо быстрее отбавляется хп, танк решал просто пойти и быстренько погибнуть, чтобы этот дебаф снять, хоть какое-то спасение, да, хоть какое-то спасение, так что, берегитесь опасных хилеров на этой неделе, которые могут не дохилить вас, это очень опасно, очень опасно, да, поэтому даже не знаю, кто на этой неделе будет крутой хилер, мне кажется, паладин, потому что у него такие прям плотные хилки, что он может прям так, бэм, и в дефолте захилить за секунду, да, это классно, значит, кто еще, очевидно, друиду приятно будет, да, он своими ходками сможет как раз-таки вот всю пати захилить, вот, кстати, паладину будет с этим сложно, а вот друид, вот, наверное, почти один из самых идеальных на этот афикс, да, довольно-таки неплохо будет смотреться, все, знаете, я скажу по секрету, все, как бы, все классы, они будут хорошо смотреться, в чем? В руках, которые знают, как работать пальчиками, да, они знают, если пальчики, то и все у нас хорошо, соответственно, будет по этому поводу, поэтому не бойтесь, вкупе, вкупе, эти афиксы довольно-таки легкие, да, потому что, как я всегда говорил, усиливающий афикс, да, по сути, даже и не афикс, то есть, есть буквально вот, на пальцах можно перечислить те случаи, когда моба невозможно законтролить, и он будет типа сложный, из-за того, что его набафают, да, это вот прям на пальцах, например, у себя бывает крест, я прям помню, такая там леди стоит, да, ее набафают, невозможно ничего с этим сделать, да, что-то вот еще хочется вспомнить, но не вспоминается, да, каких-то мобов, которые вот набафаются, да, чтобы они, блин, настолько были сильные, чтобы рядом с ними стояли вот эти вот трэш-металисты, да, маленькие, можно как-то практически это сэкономить, поэтому мне кажется, усиливающий, вот этот вот, укрепленный плюс усиливающий, это прям изи, да, но если, конечно, набафается с укрепленным, то, ну и хилить сильно хилу надо, так что, в принципе, на мой взгляд, довольно-таки легко, а я надеюсь, в результате вам понравилось это видео, и было полезным, и вы, как всегда, придете на стримы, позабоите друзей, до этого уже все подписались, ставите лайки, и обязательно прокомментируйте это видео, и скажите, что вы думаете по этому поводу, как у вас обстояли дела, и так далее, поэтому, ребяточки, как всегда, Баг-баг-баг-баг-баг-баг-баг-баг-баг-баг-баг-баг-баг-гг Суэлл.